так отправляемся в игру под номером 2 это у нас кастер news на рак старлига ро 32 группа d и будем смотреть на здесь zvc с вью минч мичинга он же хьюн будет противостоять противостоять ябсабу сию ябсаб ябсаб у нас не профессионал но очень-очень сильный зерк активно очень тренирующийся играющий последнее время очередь хьюн это у нас про геймер очень олдскульный про геймер очень много ему лет очень давно играет чего времена пролиге был один из основных зергов команды mbc game hero если я не ошибаюсь да хью еще есть такой зерк юг хьюг был в команде скт ты один а вот хьюн был в mbc ну и давайте смотреть что у нас здесь ожидается в матчапе zvz на этой карте пока что мы видим так девятый пул от хьюна и девятый пул с газом от ябсаба интересно почему решил газ не ставить интересно что это за стратегия ожидается от хьюна ну редко редко звз играются без газа поехал ставить базу то есть это делается для того чтобы поставить побыстрее хэтчи но это понятно что из этого что дальше будет делать мичинга посмотрим мне кажется что я точно слышал что есть такая стратегия как игра через гидра лесков вот такого билда который сейчас показывает нам хьюн уверен что все таки здесь будут гидра лески ставится газ до ставится газ собирается газ ну а у ябсаба делают собаки делается лэйр скорость скоро будет готова я думаю также пользуется тем пока хьюн что у противника нету скорости поэтому здесь в принципе спокойно отбиваются была бы уже скорость у синего зерга он мог бы прогрызть пробить своего оппонента по крайней мере попытаться но теперь все вторая хетчери уже готова у красного зерга я думаю что придется ябсаба сейчас переходить в глухую оборону себя на меню потому что у противника больше газа больше не газа вернее а больше личинок соответственно больше лингов соответственно нужно пока что отойти пока не будет муталисков так поехал ябсаб ставить свою хетчери здесь приходится приходится сейчас хьюну подстраивать эволюшн чтобы сделать санки ну посмотрите сколько у него дронов просто жесть у него огромное количество просто дронов тут на натурале сейчас конечно он часть их потратит на колонии за тем из которых сделает спорки но тем не менее тем не менее экономика конечно у хьюна очень хорошая пока что он увидит конечно все своим оверлордом ябсаб то что у противника есть саночки есть спорочка вернее будут поэтому он не торопится спорки достраиваются быстрее чем успевают прилететь на талиске так что там он еще это что за здание это спайр у него строится спайр при строительстве выглядит довольно большим зданием спайр уже настраивается спайр так но здесь как-то не очень хорошо прикрыты пока дроны для этого именно делает еще одну спорочку у нас одну спорочку видите как он справа сделал от хитчера это спорочка делается для того чтобы его противник не смог зерлингами пробежать на мэйн при этом своих муталисков он например поставил бы над рампой вот в этой позиции и вражеские линги красные линги все бы умирали пока бежали на мэйн умирали бы от залпов муталисков поэтому это такая стратежная важная спорка которую ставят как можно раньше обычно так мы здесь я псаб свою очередь также достроил хетчери начинает качать уже второй газ доделываются муталиски красного зерга у хюна у него бабуль побольше газа ну а по итогу экономика это плюс минус одинаковая мы видим да что было у хюна много дронов но он тут очень много чего построил на этих самых дронов и поэтому экономика получается плюс минус равная вот он еще там дрончиков несколько подстраивает на свободные минералы а на весь газ будет заказывать муталисков из куржей так здесь у нас сколько 7 муталов получается ауу хюна пока что поменьше пока что у хюна поменьше но все еще может измениться пока мы видим что у я псаба есть минералы и газ которые он пока скопил и не тратит небольшой соплей блок у него я думаю что у я псаба еще должен быть апгрейд на атаку или на броню должен быть готов гораздо раньше чем его противника потому что у нас спайра сделано раньше так ну и что у нас 10 муталов уже есть есть муталов есть от хюна что там у синего зерга пока непонятно пока нам не показывает но чуть больше у него лимит постоянно держится я псабы так здесь уже больше пачки муталисков здесь уже смотрите много много муты уже полторы пачки есть третью базу кстати говоря ставят оба игрока практически одновременно пока ни один и другой не рискуют нападать ну это в целом понятно потому что кто нападает у того меньше будет в конечном итоге юнитов так как пока ты долетишь ты своего оппонента у противника доделаются еще с куржи или муталиски да уже есть броня уже есть броня у я псаба и у хюна кстати тоже есть броня но видимо сразу же как только у него спайр появился заказал апгрейд то время как я псаб я думаю сначала все таки заказал первых муталисков штук 5 и потом только возможно заказал апгрейд можно наверное потихоньку переходить в хайв пытаться обоим игроками не знаю пока какие какие у них планы на продолжение этой игры возможно все таки будут стараться играться муталисками на муталисками ставится здесь сразу же кстати говоря вот хюна спорки но не успевает он достроить спорки как-то очень очень как-то странно здесь хюн нападает сначала частью армии потом еще очень много с куржею я псаба долетела и я псаба здесь гораздо больше оказалось да и мне кажется можно спорки просто эти сносить дать тут пачка муты остается вот так просто буквально в секунду до победил синий зерк оказалось его больше плюс он напал в такой момент который мне кажется что хьюн не ожидал что на него нападут ну и в свою очередь хюн очень странно напал сначала одной группой юнитов потом уже другой подошел и в конечном итоге мы видим что синий зерк побеждает здесь уже без каких-либо вопросов у я псаба готова третья база думаю он отобьется я думаю да ну вот да он а это он вот вот это вот 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 Да, и теперь попытается все-таки еще Хьюн как-то эту игру перевернуть. Здесь, кроме как, через хайв это никак сделать не получится. Но я думаю, что и через хайв здесь мало уже шансов остается. Все-таки у противника сейчас будет слишком много газа. Уже 1-1 апгрейды есть. Здесь, кстати, 2 апгрейда на броне у Хьюна. Ну, не знаю, честно, на что он надеется. Лимит почти в 2 раза больше. Ставят дополнительные спорки, да, понимая, что его сейчас могут просто прийти и сломать. Даже под спорками. Ну, и хайв делает. В этот момент Хьюн. 7 муталисков. Здесь больше пачки. Пролетает, видит хайв. Япсап. Я думаю, что он не будет тянуть сильно с атакой. Можно попробовать... А, ну нет, стоп, здесь тоже 4 спорки, как и здесь. Я думал, там 3. Ну, у нас, наверное, над спорками здесь, конечно, воевать такая себе затея. Не затягивать, я думаю, что синий зерк тоже не очень хочет. Может, как-то с дронами прям прийти сейчас и застроить. Может быть, сейчас застроить, например, вот здесь санки было бы поставить. Прямо на крепе противника. Сразу поставить 4 штуки. Ну, и мута их прикрывать. Ну, нет, все-таки Япсап решил пойти простым более путем. Просто через фокус пытаются убить здесь спорочки. Ну, убивает, кстати, несколько. И таким образом открывает себе доступ для того, чтобы убить вражеский спайер почти без ответного огня. Вот спорок. Ну, кстати говоря, спайер-то убит, но по лимиту немножечко нагоняет. Теперь Хьюн, ну, ему нечего строить, кроме как спорок сейчас против вражеской муты. У него нету спайера. Блин, реально пришел бы сейчас, уже застроил просто своего противника санками. Да и все. Ну, то есть у него муты больше. Он, если что, здесь убил бы вражескую санку, например. А свои санки нужно было бы просто защитить от муты. Устанавливает Хьюн Спайер. Ну, и решает теперь Япсап напасть на мейн. Да, все-таки здесь атака для муталисков хорошо работает как раз-таки. Правильно, что Япсап сделал атаку. С двумя бронями было бы сложнее, конечно, пробивать. Но все равно, да. Все равно здесь слишком много муты. Хьюн здесь в панике достраивает еще спорок. Ну, как говорится, хороша ложка к обеду. Надо было заранее достраивать. Ну, и здесь даже до кучи еще собаки прибегают. Хьюн вынужден капитулировать. Пишет ГГ. И тем самым отправляется у нас Япсап в финал Венеров. Где встретится он со Сканом. А Хьюну придется противостоять китайскому зергу Ксяушвай в матче Лузеров. Это тоже интересно. Субтитры сделал DimaTorzok